Средней тяжести Осколочные ранения Какой характер травмы? Это все осколочные ранения Это все, каждый из них Это осколочные ранения Одна девушка 16 лет Расскажите, а если осколочные? Стабильная, средней тяжести Тоже уже в палате Скажите, нам сказали, что некоторым еще требуется Адеративное вмешательство Я объясню, почему вам так объяснили Вчера мы получили больных В том числе в шоковом состоянии На сегодняшний день А больные уже в палате Но вчера во время выполнения Ургентных операций Мы удалили не все фрагменты Потому что необходимо их будет Дообследовать И подготовить пациентов Уже к большим плановым операциям Аферизуйте их состояние В чем обусловлена тяжесть Их состояние Состояние, только что Дмитрий Викторович Вам сказал уже На сегодняшний день Состояние всех больных оценивается Как средней степени тяжести В принципе соответствует тяжести Полученные ими травм И перенесенных оперативных вмешательств Всем ли предстоит еще оперативные вмешательства? Нет, не всем И предстоит или не предстоит Дальше уже будет по ходу лечения Определять кому что необходимо Кстати, фрагментов Мы должны подтвердить Наличие фрагментов Которые у нас сейчас находятся в телах У людей Мы должны подтвердить Специальными методами исследований Как вы знаете Из рассказа наших дедушек, бабушек Тоже во время Великой Отечественной войны Попадали фрагменты в их тело И у многих эти фрагменты Выходили спустя 20, 30, 50 лет Поэтому все, что связано с опасностью жизни Все выполнено И в жизни ничего не угрозит Для того, чтобы выполнить В плановом решении В плановом порядке выполнения операций Мы должны поставить четко Местонахождение этих фрагментов И после этого определиться Может ли в последующем Это мешать жизни человека Вчера при оказании первой медицинской помощи Были все необходимые специалисты А именно Это врачи-травматологи Врачи-хирурги Врачи-урологи Врачи-сосудистые хирурги Поэтому полностью все было выполнено И люди получили полный объем необходимых Взрыва я не видел В это время у меня голова глупого крови Я сейчас слышу большую хлопок В данной волна И потом уже, когда я беру В отсутствии взрыва Летящие осколки в сторону Тяжело Что-то, 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 что-то Что-то, 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 что-то Что-то, что-то, что-то Что-то, что-то, что-то может произойти Врачи-хирурги все равно бы это хайп Потому что кому-то вынуждено раскачивать ситуацию Это ясное дело Где-то метрах 5-7 метров Мы были в Сан-Мочах Дмитрий Колодин Все подразделения Воспринял первую волну Игорь Толмачев В Царстве Небесное Он просто как раз вместе с нами согласовал Он вышел вперед и стоял вместе с нами Потому что с нами согласовал Наш, чтобы мы шли не слишком быстро Чтобы колонна за нами подберла Ребята же бодрые Как люди реагировали? Разбежались? Да, первый момент люди, конечно, паникой начали разбиваться И так думают все-то люди Мы сразу выставили Сразу ребята начали помогать нам раненым Один начал, тот же Игорь Толмачев Саша Масаков начал делать и грудный массаж Я с Леонидом Игоревичем По такому-то нам, как Бомбата Выставили охранение Чтобы люди не заходили Вместе с другими сотрудниками Представителями милиции Обеспечивали охранение метров В радиусе 50-100 метров Чтобы никто не подошел Потому что неизвестно, что могло быть и дальше Ну и соответственно, чтобы был допуск К экспертным службам Для того, чтобы они делать свою работу До каждого доверут До каждого доверут За погибших, за погибших товарищей У меня есть товарищи, которые погибли в АТО С ними разговор миролюбивый закончен Закончила для них демократия Это война Я надеюсь, меня поддержат все в батальоне Хватит на всех Батальона Хайка-Вадим Хватит на всех Скажите фамилию свою Как Широп И уже потом упал Иначе мне как-то медицинскую помощь Да, я полностью в осознании Скажите, вы ожидали, что такое может произойти? Вы знаете, я ожидал, что такое может произойти И я не могу понять, почему Власть и городские, и все украинские Разрешают такие массовые сборы При такой ситуации в стране Это раз Во-вторых, почему не были все обеспечены Бронежилетами, щитами, касками Это два При таких высоких вероятностях Террористических актов Я просто этого не понимаю Почему люди собираются При таких положениях в стране У вас не было бронежилетов? Нет, у меня не было Если бы он у меня был Я бы сам не разговаривал Я бы дома сидел в жиле С ребенком Почему? Скажите, а вы говорите Одна из задач была Что-нибудь вы...